Электронную провизу сейчас получить нельзя. Итак, вот мы собрали эту всю кипу документов. То можете ехать на Кипр до 16.30. Дверь, кстати, и правда тяжелая. Представительство Кипра есть и в других городах России. Ну, и так, заходим на сайт посольства Кипра. И получайте свою визу. Добро пожаловать на канал «Ходячие репортеры». Сегодня мы поговорим о том, как россиянину получить визу на Кипр в 2023 году. Если вы планируете отдохнуть на Кипре, поработать там, посетить своих близких или друзей, этот ролик для вас. Скажу сразу, если вы счастливый обладатель открытой действующей шенгенской визы, то можете ехать на Кипр. На этом для вас информация закончилась. А теперь к тем, кому повезло меньше, мне в том числе. Бесплатную электронную провизу сейчас получить нельзя, так как прямых рейсов на Кипр из России попросту нет. А ведь совсем недавно, если вы летели из России в аэропорты Пафоса и Ларнаки, можно было совершенно бесплатно заполнить анкету, отправить ее по электронной почте в визовый отдел Кипрского посольства в Москве и получить через несколько дней подтверждение, предъявив которое, вы получали визовый штамп уже на самом Кипре. Но, к сожалению, эти времена теперь позади. И с декабря 2022 года ни онлайн, ни бесплатно визу на Кипр уже не получить. Теперь для этого нужен полный пакет документов и консульский сбор. 80 евро для взрослых, а для детей от 6 до 11 лет 40 евро. Я буду рассказывать все на примере консульства в Петербурге. Именно там я получал визу. Представительство Кипра есть и в других городах России, но лучше уточнить перед обращением. Эти могут и закрыться. Итак, заходим на сайт посольства Кипра. Скачиваем бланк анкеты и смотрим на список документов, которые нам понадобятся. Запаситесь ручкой и блокнотом, потому что список там мое почтение. Во-первых, нам нужен заграничный паспорт. Действительно, еще как минимум 3 месяца после окончания поездки. Затем, естественно, анкета, заполненная на английском языке с вашей личной подписью. Две цветные фотографии 3,5 на 4,5 сантиметра. Требования к фотографиям есть на сайте. И одну из них вы наклеиваете на саму анкету. Копия первой страницы за грамм паспорта. Копии виз, выданных Республикой Кипр, странами Шенгена, а также Болгарией, Румынией и Хорватией за последние 3 года. Да, вот настолько подробно все. Затем вам будет нужна копия первой страницы российского паспорта. Копия страницы с регистрацией. И копия последней страницы, там где у нас информация о выданных ранее паспортах. Обязательно нужен полис медицинского страхования с покрытием не менее 30 тысяч евро. Справка с работой, информация о зарплате, сроке, трудоустройство, должности. Еще нужно будет другое подтверждение финансовых средств. Выписка с банковского счета, с карты, с движением средств. За последние 3 месяца. Следующий пункт это ваучер на проживание. Там так написано. Ну, собственно, это бронь на Букинге, Airbnb или других сайтах. Там должны быть все адреса, явки, пароли, телефоны, имейлы. Ну, все, что есть. Билеты на самолет тоже не будут лишними, если они у вас куплены или забронированы. Итак, вот мы собрали эту всю кипу документов. Все классно у нас, все получилось. Теперь идем в визовый отдел и подаем все это в распечатанном виде на рассмотрение. Срок рассмотрения обещают от трех рабочих дней. Так что, ну, посчитайте, рассчитывайте примерно, когда вам нужна будет виза. Также стоит упомянуть так называемый кипрский вопрос. Около 36% территории острова оккупировано Турцией. С 1974 года остров разделен на северную, незаконную и южную части, то есть саму республику Кипр. И прямо на сайте посольства указано, что иностранцы могут въехать в северную часть Кипра, но могут столкнуться с правовыми последствиями. Да, чтобы попасть на северную часть, вам все равно придется въехать через официальный Кипр. Потому что туристы, въезжающие в республику через незаконные или закрытые аэропорты и порты, ну, то есть те, которые на оккупированной территории находятся, те туристы нарушают национальное законодательство республики Кипр. А нарушать закон я бы никому не советовал. Визовый отдел в Петербурге работает с понедельника по пятницу на прием документов с 9.30 до 12 часов. После 12 вы уже не попадете туда, чтобы подать документы. На выдачу паспортов с визами или с отказами. Такое тоже может быть. Такое время сейчас. На выдачу также с понедельника по пятницу, но с 16 до 16.30. Дверь, кстати, и правда тяжелая. Затем вы приходите в посольство в назначенный день в порядке живой очереди. Подается, кстати, тоже в этом же порядке. Онлайн сейчас где-нибудь записаться. Подходите к окошку, говорите свое имя, фамилия, там ищут ваш паспорт. И получаете свою визу. Обратите внимание на срок ее действия, потому что виза, что выдали мне, оказалась однократной. И сроком действия в 30 дней. Получается, что я могу въехать на Кипр только один раз. А так как в моих планах было посетить еще одну-две страны, в которые можно попасть по кипрской визе. Это Болгария, Румыния, ну и до января 2023 года еще можно было въехать в Хорватию. Но теперь она в шенгенской зоне. Поэтому, чтобы продолжить мое путешествие, мне придется делать другой разрешающий документ, но уже вне России. Если интересно, в какую страну я собрался и как россиянину сделать визу не в России, следите за обновлениями на канале. Пока можете посмотреть вот эти ролики. Они все очень классные. Мы старались, делая их. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики. Вот эти все дела. Всем пока!